Всем привет, наши дорогие зрители и подпишки канала! Мы вообще там все канала Семья на чемодалах, с вами мы, вся семья Земли, и мы сегодня в полном составе, как всегда! В общем, ребята, сегодня очень крутой выпуск, потому что мы приехали в Коломбо. За нашей спиной уже небоскребы, но это чуть позже, начнем с завтрака. Ставьте лайки, пишите комментарии, погнали в новый выпуск. Сегодня гуляем в центре, смотрим достопримечательности, делаем выводы, стоит ли вообще приезжать в Коломбо и смотреть здесь абсолютно все. Погнали! Готовим завтрак, вот, и будем собираться. Сегодня, видите, у нас такой, типа, перемешанный омлет с яйцами, плюс кофеечек, отличное настроение. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Мы выезжаем и погнали гулять по Коломбо. Вот если к правому рулю привыкаешь буквально там за первые два часа, то к движению левостороннему привыкать я не знаю сколько. Я прям стою на перекрестках и туплю, в какую полосу мне уходить. Это, конечно, еще та история. Да, уж стоим, стоим в центре пробки, пробки в Коломбо и сказать, что нужно закладывать, конечно, время под пробки. Ну, пожалуй, какие все мегаполисы стоят. Как я понимаю, это футбольный стадион, наверное. Прикольно очень смотрится. Мы приехали на первую локацию. Посмотрите, какие здесь небоскребы. Там сразу подошелся человек, сейчас возьмет денег за парковку. Не знаю, сколько стоит сейчас. С мадамкой рассчитаюсь, и это будет понятно. 70 рупий парковка. Говорит, чек положить под стекло. Мы начинаем наше путешествие. Так, за парковку отдали, это положили, все вроде нормально. Здесь есть вот такой интересный вантовый мост, который тоже рекомендуют посмотреть. Единственное, что почему-то он закрыт. У меня такое ощущение, что он просто туда платный проход. Ну, пойдем, наверное, в ту сторону. Вот так сейчас круг сделаем вокруг этого всего озера. И будем отправляться дальше. Я вам в том выпуске обещал показать, как Настенка выглядит. Вот смотрите, такая вот блузочка. Вау, вау, все дела. Вот, видите, короче, нарядились. За три копейки приоделись. И Мирозенька, конечно, Мирозенька, мочи привет. Да, в озеро не надо падать. Здесь вот сидят местные. Мы спросили за мост, он говорит, мост, короче, закрыт. Но они предложили взять вот таких вот лебедей. Или что это? Короче, это утки-катамараны. В таком, конечно, состоянии. Стрёмненьком. И можно покататься. Дети бесплатно, а взрослым 250 рупий на человека. То есть 500 рупий нам покататься по озеру. Мы купили воду и купили два билета. И все-таки решили, что прокатимся здесь на этих утках-чайках непонятно. Вот на вот этой? Да. Давайте. Я понял, понял, давайте. Так, загружаемся. Кстати, здесь еще прикольно, что, смотрите, абсолютно все могут крутить педали. Тем самым мы сейчас прямо здесь навалим, навалим. Так, все, отправляемся. И здесь самое интересное, это то, что можно кататься только до буйков. Плаваем по болоту. Пап, ты управляешь? Да. Ну, значит, с озера посмотрим. Будем ходить? Немножко ходить неохота. Все одно и то же, как говорится, здесь. Сейчас подплывем туда, к острову. Че, как вам? Вау, круто, мы кидали кропик. Давайте, не халтурим, не халтурим. Да. Не халтурим, не халтурим. Миража, крути руль куда-нибудь. Так, мы, по-моему, вырезаемся в стену, сынок. Тут есть. Ну, вот такой вот мост. Ага, я-то думал, мы под мостом проплывем, но гореть нельзя. Вот этих буйки нельзя. На острове живут всякие разные утки. Вон там лебеди. Так, а здесь вот панорама на всю застройку НВА и БД Тауэр. Смотрите, вообще здание просто сделано из золота. Вот оно, здание Лотос. Самое высокое здание острова. И посмотрите, какие апартаменты. Здание, конечно, вообще классное. И, собственно, Каунтрет, это торговый центр. Смотри, Мироша. Мы вот ближе подплыли, и я понимаю, что это не лебеди, это, походу, пеликаны. Здесь живут, а там на островах. Ай, красота. Вот, кстати, виднеется это здание Лотос. Смотрите, как красиво. Халамбоу! Так, остановились в обратную сторону. Начал я крутить. Все, теперь заезжаем. Мы покатались. И знаете что, хочу сделать такую небольшую поправку. Вот это вот здание, Лотос Таур называется. Это не самое высокое здание на Шри-Ланке, а самое высокое здание в Южной Азии. Мадь-Мазель. Ай, гоу! Ту прогулка по Коломбо. Припарковались. 70 рупий стоит парковка за один час. Смотрите, какой строят небоскреб. Похож, подобный стоит в Батуми, в Грузии. Ну и, собственно, Индийский океан, пожалуйста. Там он какую-то пустыню отсыпает. Сейчас тоже постараемся отойти. Но мы сразу пошли покупать мороженое. Смотрите, как красиво. Вообще, на самом деле, не важно, куда ты приезжаешь, какой город. Если в городе есть набережная, то это однозначно является достопримечательностью. Кажется, вороны хотят украсть Мирона. Смотрите, из чего состоит набережная. То есть можно гулять вон там, вдоль дороги. Там есть умывальники. Вот эти кабинки, типа туалеты. Но какие-то вообще закрыты. Газон. По газону можно спокойно ходить. Здесь отдыхают местные со стульчиками. Знаете, типа как в Турции. Дальше ступеньки, еще часть набережной. И вот здесь вот тоже такие, типа, кабинки. Что-то задано под сдачу. Вот, например, вон там вот есть палатки. А кому нравится ходить по набережной? Да-да-да, совершенно верно. Вот, а мы двигаемся туда, в самый центр. Блин, вот это классная башня будет. Ну, а пляжа здесь, как такового, нет. Видите? Укрепление такое. Ведь мы когда океан волнуется, то да, можно купить местные еды. Ребята вот готовят различные такие палатки. На газоне продают всякие шарики, всякие развлекушки для детей. И, кстати, вот, купание здесь запрещено. Ну, и, конечно, сюда слетаются вот местные. Это естественно. Здесь локальный туризм развит очень. Ну, и, можно сказать, для них-то все это местные едут и продают. Попкорники, вот, пожалуйста, для детей, про что я говорил. Просто фотографируют. Сейчас пойдем на этот мост. Вот эта смотровая картинка открывается на всю набережную, все эти небоскребы гигантские, лангийский факт. Вот так вот. Коломбо. Меня вот мучает вопрос, то ли там стройка еще идет и не открыта. Видите, какой интересный мост. Вот такая белая арка. И там просто песок, песок и песок. Что-то может там строить будут. А вот этот огромный флаг охраняют четыре пушки. Две с одной стороны, две с другой. Но они, понятное дело, не действующие. Здесь у нас львы. Я думал, это фонтан. Но это фонтан, но он не работает. По правую руку. Вот там вот сзади меня какое-то здание, которое снимать, короче, нельзя. Его прям сразу военные. Все запрещают, поэтому так очень аккуратненько. Вот там он впереди, видите, такой купол зеленый виднеется. Это старый маяк, и мы как раз туда сейчас и двигаемся. Посмотрите, мы прошли такие ворота и попадаем как раз напрямую к маяку. Это старый маяк с часами. Смысл в том, что раньше он работал, а его закрыли после того, как начали строиться вот эти все новые здания. Он, вроде как я понял, перестал уже давать сигналы. И его закрыли. И теперь он просто вот так вот, как достопримечательность. Но на самом деле классная фотолокация. Там арка. Не знаю, возможно, какие-то есть экскурсии на самый верх. Возможно, нет. Не знаю. Мы прям, видите, вплотную подошли к нему. Сейчас Мирошка немножко поспит. Мы будем... Осторожно, стой, 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 стой. Мы будем дальше продолжать гулять. Видите, какое здание? Кота. Ну, в британском, наверное, стиле, можно сказать, да? Классно. Очень смотрится. В этом здании как раз находится экономический музей Шри-Ланки. Его тоже можно посетить. Стоит денег. Но нам нет смысла, потому что у нас вырубился Мирошка. Мы сейчас пришли. Вот это вот старый госпиталь Коломбо. Голландский. Голландский. Посмотрите, какой он архитектуры. Сейчас, конечно, здесь уже нету никакого госпиталя. В нем сейчас располагаются различные рестораны, бизнесы. Но, тем не менее, атмосфера здесь вообще очень и очень крутяцкая. Посмотрите, как здесь здорово. Сюда вот так вот, видите, все на байках заезжают. Вот. Атмосферно. Выбираешь себе, короче, любой вообще бар, который ты хочешь. Ресторан на свой вкус. Кус, кошелек и так далее. Вот Коломбо. Джава Лаунч. Короче, здесь всякие разные заведения. Родик, пошли, перейдем. Мы хотим выбрать какое-нибудь, посмотреть менюшку, чтобы не влипнуть снова на 17 тысяч. Мы выбрали место, где мы будем кушать. Здесь, на самом деле, такая прикольная сторона. Покажу, куда нам, пока нам будет готовиться. Арабская. Острая. Азия Дракон. Итальяна. Типа, лидеры, странного дворика. И здесь есть шведские столы. Можешь все набрать. Нам вот дали меню. Это, видимо, общее меню. Мир очень коспит. В общем, мы заказали. Здесь был Том-Ям, но он говорит, он такой, говорит, острый, что, говорит, вы его есть не сможете. Мы такие, ну, типа, ладно, заказали два супа крем-суп с шампиньонами, два супа детям куриных, еще жареный рис заказали с курицей. Сок, короче, сейчас нам принесут. Я все вам покажу, как всегда. Попробуем. Впервые здесь, видишь, такой очень клевый стул детский из дерева. И вот, пожалуйста, видите, такой шведский стол. Здесь вот подходишь, себе все насыпаешь. Ну, и вот они по кухням делятся, вот, за гриль. Что-то здесь тоже есть. Вон, типа, какие-то салатики туда-сюда. Здесь вот такая еда для местных. Но он говорит, что это прям spicy-spicy. Кушать вы это не сможете. Вот так вот. Детворе принесли им. Тёмка, как? Вкусно. Вкусно? Крем-суп куриный. Это крем-суп куриный. Видите, его вот так вот приносят с хлебушком. Не нажи хлеб, пожал. Эй, ты человек, масло. Так, вкусно? На сетенке чаёчек принесли. И, кстати, вообще стали они в последнее время нам в пакетиках всё приносить. Не знаю, правильно или неправильно, но зато с молочком. Ну, здесь липтон не такой, как у нас в России. Он вкуснее, да. Мы тоже купили. Ну, а вот нам принесли порцию риса, жареный рис с курицей, с овощами. Блин, это, конечно, безумная штука здесь. Здесь вот, кто будет, обязательно вот эта вот штуковина к употреблению. Особенно в супсе. Особенно в фуру банке. Ну, и вот супы подъехали. Это крем-суп. Как я понял, это с шампиньонами. Он просто нарисовал нам гриб, чтобы нам объяснить. Я так понимаю, что это с шампиньонами. И с перцем. Первый раз ем крем-суп. И с шампиньонами. Выглядит он с перцем. Насёнка как? Остренький. Первый раз я ем крем-суп. Вкусный. Ну, чисто грибного не особо вкусно не чувствую. Ну, нужно перец. Масло интересное. Как будто... А вот рис... Сливки такие, что ли? Рис на сетенка попробовала. Говорит, самый вкусный, который когда-либо она пробовала. Ну, так вот. Мальчишкам принесли сок. Всегда заказываем манго-соки. И это прям обязательная история, где бы мы ни находились. Вот я хочу. Потому что здесь, находясь в Азии, нужно по-любому опиться свежевыжатых соков. Объесться манго в смузи. Ну, и, конечно же, обожраться морепродуктов. Это 100%. В принципе, что мы и делаем. Вот, видите, например, рис с морепродуктами. Курица, которая плавала в океане. Нам принесли счёт. Пара-парам-пам. 8 тысяч рупий. Мы, короче, наели. Опа! Всё, ребята. Мы, сын, и довольны. Отправляемся дальше. Гулять. Ух, гулять по Коломбо. Ну, а вы с нами. Здесь, кстати, ездят вот такие вот музыки. Я называю это открыткой из детства. Помните, открытка открывалась? Это музыка играла. Вот это всё типа того. Впереди. Посмотрите, какой небоскрёб ещё строят. Просто у него. Посмотрите, ещё какие небоскрёбы. Офисные здания. Наверное, где-то там есть жилые апартаменты. Но очень высокие. Я не знаю, сколько здесь этажей. Можете, конечно, заморочиться, посчитать. Но это делать не будем. Сам факт, да? Это вот то, что... Здесь есть деньги. Сто процентов. Но архитектура, конечно... Ну, очень классная. Серьёзно. Вот прям погулять по этим улочкам. Вот прям одно удовольствие. Вот насёнка чихнула. Правда. Здесь, кстати, в этом здании расположен киписи. Вот, логотип. Здесь, кстати, и бургерные есть. Ой, бургерный, господи. Бургер Кинг. Вот киписиха. Но мы выбираем всё-таки местный ресторан с местной едой. Эти всякие фастфуды. Можете угодно поесть. Да мы, конечно, грешны на всю эту историю. Но не часто, но не часто. Да, парни? Да. Красава. Мы все мы любим. Правильно, правильно. Вернулись мы ещё раз здесь прогуляться. Да, архитектура очень классная. Вот, пожалуйста, слон. Слон португальский. А это мы попали во второй отсек госпиталя. Смотрите, как здесь тоже красиво. Куча всяких ресторанов. И самый ресторан, про который я читал, это вот Мистер Оф Краб. Здесь, в этом ресторане, придутся крабы различных размеров. Он реально клёвый. Но у нас нет на него денежек. Поэтому мы ходили в другой. Зато правда. Так, ну, собственно, вот выход опять на улицу здесь. Вот видите, все ребят сидят, сидят. Здесь всякие пабы, магазин, одежды. Даже кафе мороженого есть. Куча всего. Но здесь реально красиво. Пап, у тебя тапок улетел? Да, у меня тапок улетел. Здесь, кстати, слева, вот вдоль всего, как вот мы идем, 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 строят порт в Анкиске. Я так беспалево снимаю. Здесь еще много военных, чтобы не подошли. Ля-ля-ля, короче, мне не сделали. Здесь по правую руку, видите, все такие отели, отели, отели. По левой руке вот стройка собственного порта. А мы идем к новому Ику. И еще посмотреть такое буддийское интересное сооружение. Забор. Пушки, 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 пушки. Ну и, собственно, перед нами открывается как раз, смотрите, новый маяк, который был построен взамен того, который мы изначально вам показали. Вот. На него подняться нельзя. Он действующий, возможно, только к подножию. Сейчас посмотрим. А вот вдалеке буддийский купол на ножках стоит. Вот, представляете, вообще впервые тоже такое видим. То есть это как бы и не храм, а просто вот этот купол на ножках. Сейчас пройдем этот басик и будет уже непосредственно видно. Вот. Вот он. Вот маяк. И получается, что две прям вот так достопримечательности находятся прям вот так вот максимально рядом. А с правой стороны здесь, пожалуйста, вот можно посмотреть. Есть всякие кафешечки. И половина из них, к сожалению, закрыты. А мы сейчас попробуем подняться уже непосредственно сюда, к этому маяку. Я думаю, что это можно сделать. Ну да, вот, пожалуйста, лестница открытая. Пойдемте, сходим, посмотрим. Папа, ты был маяк. Шри-Ланка, которая, ночевая, такие большие строительные работы, как схема развития порта Коломба в 1950 году поддержали блестящих своих творческих королей и общественных работ, которые снимали одежду. Видимо, которые снимали, которые сшили одежду. Вообще здесь, вот видите, тук-тук. Они предлагают экскурсии. Ну, типа, сейчас мы вас здесь покатаем, повозим абсолютно по всем местам, туда-сюда завезем, покажем. Но мы это проходили на Форт Гале, когда он просто проезжает, а нам хочется как бы остановиться, а вот он едет. И как бы это такая сомнительная история, на самом деле. Но если вы не любите ходить, то взять экскурсию на тук-туке точно стоит. Квартердек СЛН Парракрама. Не знаю, что это такое, но посмотрите, как сушится белье. Атмосферное здание, атмосферное. Вот мы подошли к этому зданию. Красиво и интересно смотрится. Забавно. Буддистский храм такой на ножках. Но там, как я понял, ничего вообще нет. А туда можно подняться, нужно подняться этаж, наверное, на седьмое, может быть, даже восьмой ногами. И как бы мы точно этого делать не хотим и не будем. И отсюда мы сейчас отправимся уже непосредственно в другую достопримечательность. Так, а кстати, вот это вот здание, где сушилось белье, вот оно сейчас по правую руку. Как я понял, это какое-то то ли военное училище морское, то ли кадетский корпус. Но что-то связано точно с морем. Так, ну все, еще раз это здание. Мы хотели отсюда вызвать, но тут не получилось, потому что нет связи. Вот так естественно парень. Взяли его, едем до очень интереснейшей достопримечательности. Не переключаемся. Мы очень давно хотели посетить это место, посмотреть, куда мы попали. Здесь прям садовод, можно так сказать. Такое движение плотное, очень местное. Но самое это то, что мы хотели посмотреть. Это мечеть. Представляете? Построена она в очень таком интересном стиле. В интересно красно-белом цвете. И, короче, как я читал, ее строил тот человек, у которого вообще нет никакого образования в плане архитектуры. Видимо, поэтому такая цвесастая и получилась. Но это и есть очень интересно. Смотрите, по какому колоритному месте. Сколько здесь огромное количество мест. Это нереально крутое место, я вам серьезно говорю. Там, кстати, даже есть еще часы. Сюда можно, кстати, в нее зайти за отдельную плату, но я думаю, что мы не будем. О, смотрите, как колоритно. Сколько веса он несет. Ого, вот это поворот. Так, короче, здесь вообще... Он худенький, как я, но таскает три себя. О, дождь начинается. Че? Вообще нереально. Просто вот отважный чувак. Вот так вот. Пойдемте прямо. Так, здесь еще и надо с тук-туками умудряться расходиться. Вау. Так, вон огромное количество различных бананов продают. Тут красные бананы, зеленые, шуга. Вот такой вот рынок. Очень атмосферный, ребята. Блин, прям самая топовая улица. Не пройти, не проехать на самом деле. Вот так вот, видите, опа. Просто среди местных расходимся. Кое-как. Смотрите, как красиво. О, а тут вон сколько яблок. Ничего себе. Пятьсот. Руки стоит мандарины сто грамм. Так, сейчас будем, будем, будем пробовать, пробовать, пробовать. Оп, оп, оп. Вот это да. Мы, короче, мокнем на самом деле. Помогите. Хай-хай. Хай-хай. Погода испортилась. Мы снова едем в Тук-Тухи до следующего интересного места. Кстати, здесь интересно, что Тук-Тухи, они по счетчикам. Просто чувак лежит, все идут мимо, не знаю, что он там лежит. Да уж. Так, Настенка, куда мы приехали? Мы приехали на плавучий рынок. То есть это прямо азиатская тема, да? Да, да, так и в Таиланде я видела, а вот и в Сан-Ланке. Раньше здесь было что-то, а, что-то незаконное много, потом их всех разогнали, какие-то торговали. И сделали вот такой типа цивильный. Да, да, да. Все это находится неподалеку как раз от Лотос Тауэр. Вот он, смотрите, прекраснейшая башня. Вау, туда тоже обязательно доедем прям к подножию, да. Вот он сам, собственно, рынок. Сейчас перейдем на ту сторону и посмотрим, как там. Здесь еще получается по совместительству ЖД вокзал и плюс автобусная станция. То есть вот можно уехать куда угодно. Ой, чувак, аще просто накачался. Это, кстати, между прочим, бодибилдинг. Вот так вот. Короче, прикольно здесь ребята ходят. Мне прям нравится. Лодка стоит. Там есть. А, вау, ничего, какой здоровый. Как тебя поймать-то, пеликан? Пойдем посмотрим. Слушайте, ну да, мы пеликанов видели. О, смотрите, садится. Кой здоровый. Смотрите, смотрите, смотрите. Мари, мари, вот садится, Настя. Смотри, смотри. Видите, как чикен, глянь. О, вот это да. Вот это я понимаю. Голуби ланкийские. Вот это красота. Папушка, она такая с чикенган, такие слезы. Да. О, дети в восторге. Парни, вам это надо вообще? Да. Уходи все. Понятно. Добро пожаловать в плавучий рынок. Вот так вот. Папа, мы не переговорим. Нас встречает снова пеликан, еще какая-то возле него утка. Ну, по сути, все это ланкийские голуби, на самом деле. Это маленькая утка. Это, короче, смотрите, ланкийский голубь и ланкийский воробей. Это маленький, пап, это маленький пеликан. Да, я понял. Ну, наверное, да. Вау. Какой-то цветочек. Вот так бы в Японию попасть, а так в сакура кто просла. Да? Пойдем, сакура моя. Так, вот здесь есть тесто бейкхаус. Это, собственно, ресторанчики. По сути, суть рынка я вообще не понимаю. То, откуда вот мы ехали, где вот эта мечеть интереснейшая, красно-белая. Вот там прям рынок, реально рынок. Причем он плакучий, хотя плакать хочется от того, как там много людей. А здесь, ну, по идее-то и все. Что это, Мироша? Что там? Что это, Тём? Что это, Мироша? У Мирошки восторг вообще. Пеликанов увидел. Морякой клюв огромный. Сейчас он к тебе, Мирошка, подплывет. Вот это поворот. Слушайте, да, я не знаю, пеликан или это, или не пеликан. Я не знаю, но похоже, конечно. Помимо того, что здесь можно просто сделать классные фотографии, посмотреть на таких здоровых птиц, посмотреть, как они взлетают, как они улетают, покушать. А также можно купить кучу всего. Всякую технику, пожалуйста, да, даже свет, звук, еду, продукты, шаурмеху, одежду. Короче, здесь вот куча-куча всего тоже есть. Вот, видите, пожалуйста, такая плавучая беседочка, и можно здесь перекусить. А возле плавучего рынка есть прям местный рынок. Никогда вам не показывали, как это выглядит. Но на самом деле это вот прям просто, видите, вот так вот на полу люди раскладывают овощи и фрукты. И вот можно ходить, что-нибудь покупать. Вот кокосы всякие, кукурузы, бананы, литая, листья, картошки, лук. Вот. Выглядит так. Но не каждый местный рынок выглядит именно так, но этот выглядит вот так. О, баклажаны, пожалуйста, кстати. Сто лет не видел баклажанов уже. Огромное количество ананаса, вот бананы. Ну, колорит и атмосферно, что ты тут скажешь. О, тыква, пожалуйста. Тыкины супчики ходите? Пора! Ну, потом там приготовим, не сейчас. Ну, вот мы и добрались до самого высокого здания в Южной Азии. Это Коломбо Лата Ставр. Смотрите. О, вот он. Блин, высоченная, конечно. Даже камеру веду, и меня пополам уже заламывает. Вообще, там вроде как должен быть ресторан, но, по-моему, там еще до сих пор нету. Не знаю, сейчас спросим, может быть туда можно зайти вовнутрь. По идее, вот его территория. Фонтанчик. Сейчас спросим. Короче, мы... Две тысячи рублей, что ли? Ну да. На того числа. Ну да. В общем, мы зашли на территорию. Вот, видите, мы прямо возле входа стоим. Единственное, что вход туда платный. На взрослого человека стоят почти 8 тысяч рупий. Это от 10 лет. А детский почти 4 тысячи рупий. То есть нам, грубо говоря, 5 тысяч рублей надо, чтобы туда зайти. Я даже не понимаю, куда туда доберемся ли мы до самого верха, я тоже не знаю. И, короче, платить такие деньги мы сейчас вообще не готовы. Правильно? Нам достаточно увидеть просто его вот так вот со стороны и просто рядышком посидеть. От Таурса мы хотим заказать до машины, короче, тук-тук. Захожу, заказываю. Здесь, представляете, есть еще байк. Если ты один, можешь заказать байк чуть дешевле тук-тука. Но нам не подходит, заказываем его. Попел. Привет! Папа, у тебя очень мало процентов. Папа, ты двигайся, не знаю, что у тебя процентов. Папа, ты двигайся, не знаю, что у тебя процентов. Смотри. 37 процентов. Тебя ждут эти стены, говорят. Вот мы приехали в самое начало, где мы оставили машину. Би-би-би, да. Там на самом деле сейчас на набережной такая движуха. Куча людей, как я изначально говорил в начале, что много сюда приезжает местных. Посмотрите, сколько в небе воздушных змеев, да. Сейчас обязательно тоже дорогу перейдем. Но мы на самом деле очень сильно устали. Вот прям максимально. А вот, кстати, наша машина стоит. Я узнал ее по наклейке на багажнике. Правда, как-то надо перейти дорогу. Хотим немножко все-таки вам показать этот движ. За парковку уже заплатили. Посмотрите, какая здесь движуха. Вам парни типа играют в регби. Видите, как здорово. Вообще здесь собралось просто огромное количество людей. Да, прикольненько. Вот, а днем здесь гуляли. Считайте, вообще никого нет. Представлять, когда здесь закат. Здесь еще больше людей. Все наслаждаются. Сансы там. Это, конечно, вау. Мирошка пошел в мяч играть. Родик очень мечтал о змеи. В итоге вот мы сейчас его взяли. Он бегает, короче, довольно. Чего? Тебе тоже взять, Тема? Артем, тебе тоже взять? Да, не может. Ладно. Ну и, конечно, Темки взяли. У меня, кстати, вообще никогда не было воздушного змея. Даже не понимаю, как запускать. Ну, по сути, просто ниткой. Давай я тебе покажу, Тема. Смотри. Родик тоже. Держи. 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 Вот. Ты просто берешь вот так вот аккуратненько. Распутываешь. И отпускаешь его. Сейчас, сейчас, Родик. Все, парни побежали бегать в поле. Вот так вот, видите, вдоль океана. Так. Мирошки. Мирошка, что у тебя купили? А это папа. Ооо, вертушка. Какая вертушка. Небольшую вставочку сейчас я сделаю про нашу виллу, которую мы арендовали на две ночи. Завтра мы уже отсюда уедем. Пойдем дальше углубляться вглубь острова, ребятки. Смотрите. У нас есть такая территория, парковка. Наш драндулет. Так вот, видите. Красиво, аккуратно можно посидеть. Нам вообще можно вот тут сидеть. Вот наши стульчики стоят. Сейчас покажу. Ну и, собственно, дверь. Пойдемте вовнутрь. Опа. Так. Здесь, вон, Родюшка. Вот такой вот у нас большой получается холм. Мне очень нравится, что здесь панорамное остекление. Это и двери. Так. Лестница. В доме живут, по-моему, хозяевы. Диван. Кресло. Ну так все аккуратно, уютненько, как говорится. Ничего лишнего. Замбоящик. Компьютер. Настенка. Гостиная такая. Здесь у нас кухня. Тоже, как говорится, ничего особенного. Вот, пожалуйста. Все такое основное есть. Так. И, собственно, наша комната с огромнейшей кроватью. Посмотрите просто. Я не знаю, сколько здесь метров длина этой кровати. Но здесь двойные. Вот. Такая небольшая маленькая комната. Опять-таки, с панорамным остеклением. Это дверь. У нас здесь очень красивый закат вчера был. Стоит шкаф, которым мы не пользуемся. Стол, который мы используем как шкаф. Вот. Тоже, кстати, висит телевизор, которым мы не пользуемся. Висит кондей, которым мы не пользуемся. И зеркало. Так. Это моя рука. И небольшая ванная комната, совмещенная с туалетом. Как обычно здесь и бывает. Вот. Все. Ничего здесь особенного нет. Ну и, как говорится, хорошо, что стоит тоже водонагреватель, что есть горячая вода. Мне кажется, это самый короткий ром-тур, который у нас когда-либо был. Ну, здесь особо показывать нечего. Мы просто сняли этот номер в вилле, чтобы просто две ночи переночевать и путешествовать по городу. Вот, собственно, и все. Буду завершать данный видеоролик. Ребята, пишите, как вам Коломбо? Были ли вы тут? Если здесь были, путешествовали по этим местам? Как вам эти места? Если не были, просто пишите свои комментарии. Ребята, нас ждут невероятные путешествия, приключения. Это, что если интересно, то подпишитесь на канал. Если интересно, то, ну, его нафиг, если не надо подписываться. Не забывайте про наш Яндекс.Зен, не забывайте про группу во Вконтакте. Там тоже интересно. Ставьте лайки, комментарии пишите, уже сказал. Пока, до нового выпуска. Увидимся уже в центральной части острова. Продолжение следует...